Я думаю, что как раз уход Арестовича – это просто взорвавшийся черяк, который там и так гнил. Потому что, скорее всего, это может быть даже игра в пользу Лещенко, который, по идее, должен возглавить всю эту информационную политику. Таких слухов ширилось много, потому что на место Арестовича им нужен такой же токсический человек. Ведь кто-то может представить себе, что вместо Арестовича в этой команде появится профессиональный и респектабельный человек. Они его просто не подпустят. Но история с просто удалением со своего фрик-поля того же Разумкова – это показательный пример. Вот они любого профессионала, уравновешенного и интеллектуального, видят как конкурента. Они не могут сожительствовать, сотрудничать, политически сожительствовать, я имею в виду, и сотрудничать с умными людьми. Это их выбивает. У них страх перед профессионалами и перед умными, образованными людьми. Ну, это, конечно, тот капкан, который они попали. Они попали в капкан телеаудитории. Малообразованной, пассивной. И тут они прекрасно понимают, что в чем, собственно, самое главное для полицилы «Слуга народа» и для банковой команды, ну, как личного офиса Зеленского, было откровение. Соратники Порошенко стояли с ним с утра до ночи. Никто не отошел. Никто не, ну, никто не запаниковал. Никто не засомневался в своей миссии отстаивания национального интереса вместе с Порошенко. Могут ли появиться такие люди, которые ради государственного интереса будут стоять день и ночь? Кто-то может поверить, что если какой-то подоляк вылезет и начнет рассказывать, что Порошенко за 400 гривен или 800 гривен свозил своих поклонников. Кто-то может поверить, что эти люди приехали на деньги Порошенко, на поддержку Порошенко. Ну, это же глупость. Но они не могут, они без денег никогда не соберут одной десятой той аудитории, не говоря уже о качестве людей, которые, это очень самодостаточные, в большинстве своем успешные люди, профессиональные, образованные. Они потратили свой день ради Порошенко, но они вышли и на защиту своей личной свободы, потому что их унижает, что Зеленский не понимает, что унижая Порошенко, он унижает избирателя Порошенко. А этот избиратель способен не просто, ну, скажем так, защитить себя, он способен снести Зеленского. Но он этого не хочет, потому что, ну, верит, что демократия это все-таки смена власти через избирательные механизмы, а не через уличные протесты. И этого, кстати, не хочет признать Зеленский. Чем может разрешиться вот эта ситуация с Порошенко? Можно ли сейчас что-либо прогнозировать, ну, с точки зрения хотя бы рейтинга Зеленского? Ну, по тому, как запускался этот механизм, он, скорее всего, был обоснован ихним, можно сказать, даже успешным опытом преследования Медведчука. Причем преследование Медведчука было организовано не столько попыткой действительно урезонить пятую колонну путинскую в Украине, сколько обосновано внутренней борьбой в ОПЗЖ, потому что Медведчук в определенный момент начал набирать до 5%, и он путался в ногах у Бойко. Ведь реальный кандидат президента от этой политсилы остается Бойко. Он самый узнаваемый, самый сбалансированный, который способен сохранять хотя бы ядро электоральное. Медведчук слишком радикален для этой среды. Это все-таки промышленники, которые в свое время, хоть и были завязаны на российский рынок в основном, но они способны работать и на других рынках, и они работодатели крупные. Ну, им этот радикализм Медведчука был токсичен. И судебное преследование Медведчука, оно фактически выбило его, он уже не фигурант ни одного рейтинга, все. На банку и решили, что этот прием очень неплохо было бы теперь испытать на Порошенко. Только они не учитывают одной вещи. Порошенко – это международная политическая фигура. И Порошенко, если он устанет от украинской политики, всегда есть возможность стать функционером какой-то огромной международной структуры. Или МВФ, или ООН, или Мирового банка, кстати. Чего нет точно у Медведчука и у Бойко. И не может быть. Это первое. Второе. Порошенко – лидер правоцентрической и проевропейской политической силы. И преследование Порошенко, если кто-то считает, что преследование Медведчука – это преследование его электората, я сомневаюсь. А вот именно в истории из Порошенко, преследование Порошенко – это в первую очередь попытка мстить электорату Порошенко за патриотизм, за готовность с оружием в руках отстаивать страну. Хочу напомнить, что недавняя социология среди, скажем так, симпатиков разных политических сил указывает на то, что именно сторонники Порошенко, готовые с оружием в руках, больше всего среди сторонников других политических сил, готовые с оружием в руках отстаивать свою страну. Поэтому, конечно, этот удар, он связан, во всяком случае, в таком патриотическом лагере, это воспринимается как попытка ущемить именно патриотический электорат за его готовность с оружием в руках воевать за Украину. Поэтому такие действия против Порошенко, они точно воспринимаются как игру в четыре руки с Путиным, потому что ослабление обороноспособности – это, конечно, на руку агрессору. Если этого Зеленский не понимает, то мне кажется, что тот, кто его подтолкнул к этому, точно очень хорошо понимает последствия этого.